Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 и их родными. Плануется, что в будущем немолодые инвалиды смогут працевать в отделениях больниц, где находятся пациенты-спинальники. Необходные навыки удельники отремливают подчас проведения тренинга. Организаторы упевнены, что самый эффективный способ передачи ведов – ровный, научая ровного. Вот этот семинар, вот он даст возможность и толчок, наверное, вот к этому этапу нашей работы. И эти люди в колясках, они в будущем будут работать как в областной больнице, в клинической больнице, в отделениях нейрохирургии с такими людьми после операционного периода, в госпитале инвалидов отечественной войны, ну и в домашних условиях, где проживают такие люди. Готову першу чергу тыжица психологичной подтримки. Вельменьшаста люди после травмы застаются сомнацем со своей проблемой. Да помогши переодолись психологичной барьеры, никто не сможет лепш, чем ты, а кто с этой проблемой сутыкнулся раней. Тяжкое захворывание не перешкоджает многим инвалидам-спинальникам быть полновартостными членами громадства. И своим прикладом у дельники семинара повинны и остатник закликать до активного ладу життя. Что происходит после травмы? Человек попадает в новую жизненную ситуацию. Он не знает, как жить, он не знает, как одеться, он не знает, что ему положено. Когда приезжает человек с опытом, который передвигается в коляске, который живет в этой коляске уже давно, ведет социально активный образ жизни и рассказывает ему о том, какие проблемы есть и как этого избежать, это очень полезная информация и человек ему верит. Дмитрий Котов, Максим Славин, телерадиокампания «Гомель». Вядомый российский поэт-сатирик Владимир Вишневский выступил у «Гомеля». Широкую вядомость он отримал, дякуючу работам у оригинальным жанры гумористичных однородков. Творческая встреча проходила у Белой Гастиной Палаца Румянцевых и Паскевича. На протягу усяго вечера у зале пановала атмосфера тонкого интеллектуального гумора. А с густного глядача унес и ходила усмешка. Цитирую и буду понят все, что вам женщина простила. Она еще не раз припомнит. Еще же сверхвоспетого всего, что вас хищает в существах воздушных. Умение не видеть ничего и видеть все, когда им это нужно. Совет тебе, гусар, как никому не спрашивал у женщин, почему поэт так не умеет сочинять, как женщина умеет дать понять. Литературная карьера Владимира Вишневского распочалася больше 35 годов тому. Сегодня он широко вядомый, как автор 18 книг, владельник широкого престижных литературных премий, актер кино и ведущий телевизийных программ. Как признается, Владимир Вишневский, на поэтичную творчость его натхняют кахание, сябровство и само жизнь. Что течется секрету популярности, на думку автора, я гоня ма. Головное, уздымаючи актуальные темы, заставаться ширым и открытым. Вы знаете, можно угождать зрителю, вычислять, что он хочет слышать с разными словами, гарантирующий успех. А можно быть верным себе, и если ты совпадаешь с пониманием публики, это хорошо. У меня пока это есть. Поэтому, не навязывая свой изысканный вкус никому, ощущение смешного рождает правдоподобие жизненное, то, как затрагиваются болевые или актуальные точки нашей жизни. А главное, что всегда нас восхищает, и меня лично, это реакция народа, безымянного на те или иные явления социальные и даже погодные. Спис закрытых пляжей у регионе пополнился. По выниках опошних и лабораторных доследований воды обмежеваемое купание на Нараулянском пляже от Оксама на месте от подшинку «Каскад-1» в центральном районе Гомеля. А кроме того, протягивает денежность обмежевания на Арополском возере в Советском районе, на Новобелецком и на Левобережье Раке-Припять у Мазыры. В этих местах концентрация кишечной палочки в воде превышает гигиеничную норму. Все забороненные для купания водоемы обсталеваны специальными табличками. В уголе на сене в регионе 43 официнные пляжи. Кожный знаходится под пильным контролем санитарных службов. Проверки проводятся что тыдень. У регион на гытым тыдне прыдя с пякота, а разом з ёй на вальнице. Як поведомили областным гидрометцентры, на заутра у регионе обвешаны оранжевый узровень небеспеки. Паветра у день прогреется до плюс 29-34. У ночи по паудневым заходе у день на большей части территории чакаются дажжи на вальнице местами моцной ливни и град. У особных районах шквалистое узмацнение ветру парывами 15-20 метров за секунду. Моцные дажжи из пякота прогнозуются на протягу усяго тыдня. У пятницу температура поветря знизится до плюс 25. Гэты и инши новины вы можете знайсці на нашым сайті у интернеті по адресі www.tvrgomil.by Далее у эфір спортивный огляд з новинами спорту вас познайомить Максим Савин.